Денис Садовский Карьерный путь галкиперов всегда непрост. Денис Садовский не исключение. Пройдя школу с Олигорского шахтера и поиграв за дубль, тем не менее пробиться в основу горняков ему не удалось. Шахтер большой клуб. Да, очень много молодежи. Но, насколько я помню, молодому голкиперу заиграть было немножко тяжело. Клуб всегда в призерах, ставил высокие задачи. Ставка делалась на опытных голкиперов. Было немножко тяжело. Поэтому приняли с семьей и с отцом такое решение, что пора пробовать свои силы и двигаться дальше. На пути оказался энергетик БГУ. Переход в стан студентов позволил получить необходимую игровую практику. Выдержав курс молодого бойца от Анатолия Юревича, любой игрок вправе говорить, что готов к высшей лиге. Я бы сказал, это такая школа жизни, знаете, то есть это дисциплина, кропотливая работа, труд, пот, все. Поэтому это хорошая школа. Да, я помню этот момент. Мы тогда играли в Молодечно, наш домашний стадион был. Мы играли с Торпедо Белас. И получается, после первого тайма мы играли 1-1. Потом сразу пенальти в наши ворота. 2-1 проигрываем. И тоже минут 5-7. После второго гола мы пропускаем третий. И тогда Анатолий Иванович решает делать замену. То есть, конечно, для меня это было шоком, потому что я никогда этого не проходил. И, грубо говоря, по телевизору я никогда такого не видел, чтобы посреди матча, если только не травма, меняли голкипера. Наверное, меня так сильно ударило по психологии, что я тоже человек. У меня были эмоции. То есть, да, я тогда заплакал. И это вот такая вот история отложилась, да. Я сделал выводы, я стал только сильнее. То есть, я психологически проработал все моменты. И надеюсь, мне это поможет или помогло уже. То есть, я же говорю, опять же, за этот, может быть, моментик когда-нибудь я Анатолию Ивановичу скажу спасибо. Я уже готов сказать ему спасибо. Вот, может быть, с ним встретимся в ближайшее время. То есть, у нас матч с энергетиком. Хочется это обсудить, этот момент тоже. Отдав почти три года игре за РЦОР БГУ, Садовский принял новый вызов. Концовку минувшего сезона он провел в российской ФНЛ. Для меня даже было интересно посмотреть на других ребят. Немножко другой уровень инфраструктуры. То есть, есть к чему стремиться. И хочется, конечно, попасть в Россию, Европу. То есть, посмотрел, сделал какие-то выводы, над чем нужно работать. То есть, очень интересно. Новые знакомства, новые ребята, футболисты, тренеры. Поэтому это все очень интересно и забавно. Ознакомительная поездка в соседний чемпионат завершилась возвращением домой. Кипер привлек внимание Гомеля, который обновленным составом сумел завоевать кубок. Эмоции только положительные. И, то есть, это такой отрезок. Вот мне 24 года всегда хочется стремиться к чему-то, естественно, какие-то трофеи завоевывать. Поэтому, раз судьба подкинул в такой шанс, нужно цепляться, стремиться к этому и порадовать там семью, себя, болельщиков, которые, вот, футбольный клуб Гомель. То, естественно, для нас, молодых футболистов, это всегда в копилочку, в зачетку, на будущее. Поэтому очень приятный момент. На весеннем отрезке Садовскому пришлось конкурировать за место в основе с Олегом Ковалевым. Сказывается ли это соперничество на личных отношениях между игроками? У меня с ним хорошие, здоровые отношения. Всегда можно обратиться, человек поможет, человек опытный. Спросить совета, когда всегда поможет, не откажет. Поэтому спасибо вам большое. Надеюсь, дальше будем так же усердно сотрудничать и все у нас получится. У нас вместе одна цель, и мы к ней идем. Всякий вратарь переживает и взлеты, и падения. Но что же помогает справляться с давлением и ответственностью за результат? В первую очередь должен ты сам себе говорить, ставить какие-то цели внутри, задачи. Я сам себе про себя всегда говорю, Дэн, ты лучший, ты должен, ты можешь. Никогда не сдавайся и не опускай руки, чтобы не было. Поэтому, наверное, такой совет молодым. Совет давать невежество и могу рекомендовать. Никогда не сдавайтесь и боритесь до конца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!